Ветхая инфраструктура внутри дворов Сочи скоро уйдет в прошлое. Дом номер 6 по улице Петрозаводской по заявке управляющей компании вошел в федеральную программу по формированию в комфортной городской среды. Руководитель Домоуправления Нина Мурашова рассказывает, что в будущем году в селе Молдовка приведут в порядок еще несколько придомовых территорий. Мы с жильцами обсудили этот вопрос и приняли решение, что нам в первую очередь необходимы лавочки, урны, детские площадки и, конечно, асфальтовое покрытие, потому что у нас здесь и заливается водой, и уже оно ветхое очень. Федеральная программа по формированию комфортной городской среды рассчитана на 2018-2022 годы. В ней участвуют 72 высокодотационных региона страны. В Сочи было подано почти 400 заявок, большая часть из них на улучшение придомовых территорий многоквартирных домов. По всем этим домам сейчас ведутся работы по набору работ, которые будут включены в благоустройство этих домов. Ну и будут проведены все непосредственные действия, которые нуждаются в каждом данном случае. В Европе, к примеру, благоустройство придомовых территорий оплачивают сами жильцы. Так во Франции и Германии существуют аналоги российских ТСЖ. Владельцы квартир ежемесячно сдают деньги на текущие расходы, откладывают на благоустройство двора и капитальный ремонт. В Швеции существует Национальная организация квартиросъемщиков. Независимо от формы собственности жилья, в каждом доме есть комитет, который решает, сколько средств потратить на строительство детской площадки или установку скамейки. В Сочи до 2020 года по программе «Городская среда» планируется выделить до полутора миллиардов рублей. Сейчас заявки, полученные от жителей, направлены в край. После 1 февраля станет точно известно, сколько сочинских дворов войдут в региональную программу в следующем году. По расчетам специалистов, ремонт одного двора в среднем обойдется в 6-7 миллионов рублей. Определением потребностей и распределением средств займется специальная комиссия. 1 декабря был окончательно утвержден список домов, которые участвуют в программе по благоустройству. Следующий шаг – создание дизайн-проекта. Совместно с жителями сотрудники районных администраций разработают эскизы, составят сметную документацию. И уже со следующего года проекты начнут воплощать в жизнь в сочинских дворах. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».